Мы приехали на Биг. Рами, естественно, в свое любимое место. Мы купили себе коктейльчики Рибар. Я уже успела забежать, пока мы ждали коктейльчики. Забежала в магазин. Там, ну, там, скидки. Кстати, уже на летние вещи купила Даниэлю. Три маечки и шортики. Себе купила тоже шортики. Вот. Рами не хочет там покупать. Ему не нравится качество. Мы уже с Рамчусей приехали. Мы уже думали, игра закончилась, но они еще играют еще наши. Тоже, наверное, все, да? Под конец. Жарко, конечно. Я не знаю, как они будут тренироваться летом, если у нас сейчас такая жара уже. Даниэль не играет. Ну, не знаю. Играл он сегодня, не играл. Выпускали его, не выпускали. Не знаю. Я уже на работе. Игра закончилась. Долго шла игра. Дольше, чем мы думали. Муж мне сказал, что будет 70 минут идти. А игра шла 90. То есть, до 4 мы там были, пока доехали. Плюс пробки. В 5 часов у меня работа. Вот сейчас без 10,5 я сижу, жду клиентку. Муж останется у меня сегодня без ужина. Ну, ничего страшного. Ну, а что делать? Я не всемогущая. Извините меня. У меня только две руки, две ноги, одна машина. Вот. Так что помощниц у меня тоже нету. Включила, ребята, кондиционер, потому что невозможно. Невозможно жарить. Я зашла на работу. Думала, здесь, может быть, будет прохладненько. Вот. Не, ну у меня вообще такое здесь хорошее помещение. Здесь всегда, вот, особенно летом, когда заходишь, прохладнее, чем на улице. Вот. Но я не смогла. Здесь тоже очень жарко. И включила кондиционер, хотя бы на чуть-чуть, на 26 градусов. Вот. Потому что, ну, чтобы было комфортно здесь находиться. Вот. У нас очень жарко, конечно. Давно у нас такого не было, чтобы в начале апреля, даже вот до марта у нас уже началась эта вся жара. Так. 31 градус, 32 градуса. Ужас. Я, мы с Рами же были на беге. Чуть-чуть там засняла. Быстро тоже, быстро, как всегда. Потому что я знала, что нам нужно ехать за Даниэлем. Могут быть уже пробки в это время. Вот. Ну, в принципе, нормально. Мы доехали. И плюс еще, плюс еще и посмотрели игру где-то минут 20. Даниэль не играл. Последние две минуты он его запустил. И через две минуты уже был свисток. И все. Получается, он не играл. Мы думали сначала, может быть, он играл сначала, игры изначально. Вот. Ну, он говорит, нет, мама, он только под конец мне. Но у них завтра опять игра. Сегодня они играли дома. Игра у них была. Завтра они едут. Игра у них с Кирят Хаймом. Или с Кирят Ямом. С Кирят Ямом. Вот. Значит, будут где-то играть. Я думаю, что это будет рядом с дома моих родителей. Потому что мы знаем, что там один есть стадион. Вот. Прям возле дома моих родителей. Вот. Ну, не знаем. А там посмотрим. Должны прислать нам адрес. Вот. И, скорее всего, завтра я тоже повезу Даниэля. Потому что в пол шестого они уже должны быть там. На месте. Вот. И... А муж, вот, он... Только сейчас они выехали с работы. То есть, естественно, пока он доедет до дома, потом ему нужно переодеться и поехать туда. Они просто... Он просто на всего не успеет физически. Только если надо будет отпрашиваться и уезжать с работы пораньше. Ну, я, в принципе, могу передвинуть. Я более гибкая по этому вопросу перенесла. У меня была клиентка на пол шестого. Но так как я уже поняла, что с мужем, ну, будет напряг. Тяжело ему. Мне ничего тяжело. А мужу тяжело. Ну, муж работает на кого-то. Да, я все-таки, как говорится, работаю на себя. И в этом есть свои плюсики. Вот. Один из таких плюсиков, что я как бы могу переменить свою работу. Вот. И была клиентка на пол шестого. Я ее перенесла на пол четвертого. Вот. По идее, мы заканчиваем с ней. Беру Даниэля. И мы едем. Едем на футбол. Вот такие вот дела. Да, еще быстренько заскочила в магазинчик. В Тамнун. Купила себе три майки. Что-то там летняя, кстати, одежда такая дешевенькая. Ну, хорошее качество. Майки. Вот мне сейчас что-то свежее на работу. Если у нас такая будет погода держаться, то нужно только коротко. Ну, естественно, буду там еще пересматривать, что у меня осталось с того года. Хотя мне хочется все повыкидывать, как всегда. Вот. Купила себе три майки. И одни такие штаники. Разлетушки такие. Цвет очень красивый. Кстати, купила. Такой, знаете, насыщенность синий. Даже морская волна. Такой синий-голубой. Очень красивый. Не мерила. Я знаю, что там, ну, у них такие, довольно-таки большие размеры. И чаще всего я там беру медиум. Вот. Так что я так посмотрела. Они еще, ну, как бы там, они на резинке. Вот штаны. Я так посмотрела. Потому что такой фасончик, если я беру большие, то они еще больше меня увеличивают. Поэтому, если штаны широкие, то как-то пытаюсь брать, чтобы они были именно по фигуре. Чтобы не увеличивали мне еще снизу. Поэтому взяла медиум. Естественно, ничего не мерила. Потому что я быстренько-быстренько. Там еще на кассе было очень много людей. Вот. А Рами ждал меня на улице. С коктейлем. Вот. А я быстренько все так набрала. Сразу пошла в кассе. Даниэлю тоже взяла две маечки, три маечки и шортики. Тоже, не знаю, сейчас померяй, не померяй, Тома. Но я думаю, что все будет нормально. Это на глаз знаю. Это себя я не вижу со стороны. Мне почему-то все кажется, что я намного худею. У меня, знаете, в голове еще, что я худею. Но на самом деле, как посмотрю на свои фотографии, иногда, когда там раз в год сфоткаюсь или, не знаю, там на видео кто-то меня заснимет. Туши свет, бросай гранат. Как говорила моя бабушка. Старство и небесное. Ладно. Где моя клиентка? У меня сейчас будет две клиентки. Одна в пять, другая в шесть. То, короче, у меня два часа работы. Буду работать. Хорошо, что сейчас перевели время. И день увеличился. Вот. И приду домой. По крайней мере, не будет уже темнота. Ой, наелись. Мы с Рами пошли в Макдональдс. И Даниэлю купили, естественно. Он тоже сейчас пришел с игры. Покушала. Купили ему наггет. Мы наели с Рами гамбургер. А потом я еще разошлась, короче, на нервной почве, наверное. Вот. Купила себе еще милкшейк. Ну, этот коктейль мороженое. Как он называется? Милкшейк. Шейк. Ну, вы поняли. С печеньем Орео. Это было очень вкусно. Еще его я съела, представляете? Уже теперь мне вообще есть нельзя. Сегодня. Только водичка. Всем привет. Всем доброе утро. Если бы вы видели, куда я вас поставила. У меня нету держалки для телефона. У нас тут держалки не ведет. Не держат. У меня тут такая ямочка есть. Такой ящичек. Я вас сюда поставила. Что делать? А что делать? Хочешь жить, умей верститься. Доброе утро. Так, я уже, да, поздоровалась. Мы едем с Даниэлем в школу. Рами не едет в школу, потому что Рами подвернул ногу. Очень сильно. Нога распухла. Синяк. Кроссовки не может побудь. Поэтому едем мы с Даниэлькой. Всем добрый вечер. Всем привет. Я в своем спортивном зале домашнем. То бишь на крыше. Так как сейчас время полдевятого. Ехать никуда не хочется. Дома тоже не хочется сидеть. Я поднялась на крышу. Давно я здесь не была. Давно я не ходила по крыше. По крыше. Ну, погода не позволяла. Сейчас погода позволяет. Вот. Это бойлер старый. Нашего старшего брата. Старшего брата. Они поменяли, купили новый. А старый тут так и валяется. Никто его не вынесет. И не знаю, вынесет ли вообще. Выкинет ли вообще. Поэтому он здесь. Вот так вот мне и так. Здесь не очень много места. У меня теперь вот такая вот бандура лежит. Посередине моего спортзала. Вот. Я надеюсь, что будет у меня получаться выходить. У меня тоже сегодня было утром. Сегодня пятница у нас. Кстати, я не сказала, да? Сегодня пятница. Число. Так, подождите. Сейчас я буду вспоминать, какое число. Вы знаете, что у меня проблемы с числами. Вот, блин. Так, пятница, пятница. Я сегодня работала. Надо вспоминять, какие у меня были клиенты. И на какое-то зло они были записаны. Сегодня четвертый апреля. Вспомнила я, потому что вчера было третье. У моей тети день рождения было. Вот сегодня, то бишь четвертая. Вот. Так переверну на себя. Хоть и качество плохое, потому что здесь темно. Я хожу, не люблю включать свет. Оно и так вот. Все хорошее освещение. Я все здесь вижу. Потому что он церковь светится. Мечеть у меня тоже тут светит. И свет вообще от домов. Так что все прекрасно, хорошо видно. Вот. Не хочу свет включать. Не люблю. Пацаны, когда приходят, сразу начинают свет включать. Я не люблю светиться здесь на всю Ивановскую. Вот. Приехала ко мне сегодня, да, утром подружанка моя. Одноклассница. Подружанка Юля с мамой, с ее. Вот. И Юлячка тоже сейчас они с мужем продерживаются правильного питания. О, Даниэль звонит. Подождите. Потерял меня. Даниэль потерял меня и Бонифация. Говорит. А Бонифация, где я говорю, со мной. Так вот. Они с мужем начали продерживаться правильного питания. И она уже вот за три недели похудела на пять килограмм. То есть вообще замечательный, замечательный результат. Мне бы так за три недели похудеть на пять килограмм. Вот. Но она еще ходит. Она старается, говорит, я хожу по два часа. Они гуляют с мужем практически, говорит, каждый день. Вот как только есть возможность, практически каждый день. Арт, мы гуляем. Вот. Но у них хорошо. Они не живут в арабском городе. Вот. А я живу в арабском городе. И поэтому у меня единственное, где можно гулять, это вот крыша по улице. Это нереально. Вот. Не то, что там меня кто-то украдет или еще что-то. Нет. Просто у нас нету, у нас, как это говорится, густо заселенная местность. Один дом над другой. И у нас нету ни тротуара. Видите, вот идет дорога. И все. Идет вот дорога. И все. Везде машины. Везде машины. Видите, вот где здесь ходить. У нас тротуаров нету. Нету никаких дорожек для пешеходов. Тут есть только вот проезжая часть. Поэтому мне здесь ходить негде. И у нас гористая очень местность. То есть постоянно то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Ну да, хорошо, это кардио, конечно. Но так не находишься каждый день. Это не, как говорится, из моей еще нервной системы. Нет. Я такую ходьбу не хочу. Поэтому, как бы, если я уже дома хожу, то это только у меня. Вот здесь на крыше. Я тут хожу туда-сюда, туда-сюда. Вот, кстати, в свое время у меня вот это началось. Начала я ходить. Сделала себе вот этот спортзал по крыше во время коронавируса. Мы здесь всей семьей зависали. У нас крыша для нас, это было все наше. Вот, потому что никуда нельзя было поехать. Вот, единственное наше развлечение, это было подняться сюда. Мы здесь очень много проводили времени. Ну вот, как-то у меня это повелось, что если я не могу выезжать из вне города, то есть там уставшая, поздно закончила работу, то тогда я поднимаю сюда и здесь хожу. Но, что касается воздуха, то воздух здесь очень чистый, вкусный. Я считаю, что какая разница, где ходить. Главное, что я дышу воздухом, и главное, что я хожу. И она меня под дружанкой, когда я все начинаю, с темы на темах, и она меня очень тоже смотивировала. В принципе, я всегда такая смотивирована, она похудеет, да? Но у меня не всегда, как говорится, получается. Вот, а теперь она мне еще больше смотивировала. И сегодня, несмотря на то, что у меня очень сегодня почему-то болят ноги, и такое ощущение, ну, так как бы визуально я смотрю, не видно там каких-то утеков, но я чувствую, что у меня отекшие ноги вот именно ниже колен. И такое ощущение, знаете, где икры, вот нижняя часть вот прям как вот распирает. Я не знаю, почему, я, в принципе, утром проснулась, утром проснулась и даже немножечко сделала зарядку, такую, как это называется, зарядка разогнать лимфу. Вы знаете, там посмотрела тоже на ютубчике что-то там. Вот, и я даже чуть-чуть так подергалась, позавтракала и пошла на работу. Я не знаю, может быть, у меня типа мышцы болят из-за этой зарядки на икрах. Так, сладкое это для меня, это для меня всё, это для меня снятие стресса. Вот я должна съесть что-то сладенькое, только тогда я чувствую себя, что я, к примеру, вот отдыхаю. Я не знаю, как это у меня вот сложилось, это, наверное, какая-то психологическая зависимость от сладкого, но вот у меня такое, то есть если я не съедаю что-то сладенькое, то я как будто не отдыхаю. А вот если я снимаю, то как будто у меня стресс уходит, физическая усталость уходит, и мне как бы становится легче. Ну вот, кстати, пример. Я съела банан с нутеллой. С нутеллой, да, на вилку так взяла нутеллу, вот и банан съела. И мне сразу, я сразу ожила, мне захотелось сразу пойти на крышу, походить, поделать спорт, подышать свежим воздухом. Ах, тут так еще все вкусно пахнет, потому что рядом с нами, кто не знает, ресторан, вот, и здесь постоянно вкусно пахнет. Вот так. Ну ладно, буду я ходить потихонечку, посмотрю, сколько я нахожу. Вот, у нас, кстати, время, да, я уже, по-моему, сказала, 9 часов. Вот, так что, ну, час я хочу погулять, да, хотя бы вот подышать свежим воздухом. Вот, так что, ну, час я хочу погулять. Вот, так что, ну, час я хочу погулять. Вот, так что, ну, час я хочу погулять. Продолжение следует...